Речь идет об угрозе мировой ядерной войны, которая становится все более реальной. Глобальные проблемы отошли под натиском сиюминутных вопросов, конъюнктурных, на задний план. И это очень тревожно. Организация Объединенных Наций явно не справляется с этим. Латиноамериканские коммунисты — люди, которые всю свою историю рисковали жизнь. Что в Чили творилось, на Вуругвайе, а в Аргентине — то же самое. Это люди, которые прошли все. Пиранистские профсоюзы до сих пор являются одной из самых влиятельных сил в Аргентине. Латинская Америка нам ближе всех в мире. Потенциал Латинской Америки в два раза выше, чем в Лафе. Если с точки зрения учебы, то, конечно, Бразилия без вариантов. Это гигант. Бразилия — это гигант, к которому вообще ничего нет. Самое перспективное направление — это использование возможностей для развития сотрудничества в области применения атомной энергии в мирных целях. У нас советские технологии являются уникальными в этом будущее. Не бананы, понимаете, покупать и не поставлять удобрения. Хотя не надо забывать и об этом. Конечно, почему нет? В Латинской Америке все возможно. Здравствуйте, это «Свободная пресса». Меня зовут Евгения Родионова. И сегодня гость открытой студии — советский и российский дипломат, который в разное время служил чрезвычайным полномочным послом России в странах Латинской Америки, Ян Бурляй. Ян Анастасевич, здравствуйте. Очень приятно, здравствуйте. Ян Анастасевич, вы служили дипломатом с 1970 по 2015 год, 45 лет, огромный срок службы. Скажите, пожалуйста, наши зрители сегодня наблюдают за тем, что происходит на мировой арене, и складывается впечатление, об этом и пишут в комментариях, и об этом говорят некоторые эксперты, что дипломатия международная, она деградирует, ее уровень падает. Вы можете с этим согласиться или нет? Что изменилось с тех пор, когда вы только начинали службу? Я бы сказал, что дело не в уровне дипломатии, которая примерно остается на одном и том же, на одной и той же отметке, а дело в том, что, к сожалению, политические методы и соображениям зачастую внутренней политики доминируют над соображениями более общего, общечеловеческого характера, доминируют над проблемами, над подходами, которые всю жизнь характеризовались конструктивными в том, что касается обеспечения международного мира и безопасности. Похоже, что об этом думают все меньше, в том числе, в первую очередь, на Западе, потому что речь идет об угрозе ядерной войны, мировой ядерной войны, которая становится все более реальной. И похоже, что об этом никто не задумывается. Вообще, глобальные вопросы, глобальные проблемы отошли под натиском сиюминутных вопросов, вопросов в значительной мере конъюнктурных на задний план. И это очень тревожно. Думаю, что не дипломаты в этом виноваты, а виноваты в этом в первую очередь государственные и общественные деятели западных стран и не в последнюю очередь общественность западных стран, которая, конечно, введена в заблуждение в результате манипуляции общественным мнением, в результате мощной информационной войны, жертвами, которыми все мы являемся в современном мире. Но в любом случае, конечно, общественность рано или поздно выскажет свое негативное отношение к политиканам, которые, еще раз повторюсь, на первый план вставят конъюнктурные сиюминутные интересы, а не глобальные проблемы, которые волнуют все человечество. И, Анастасия, Вы сказали, что сегодня стоит реальная угроза ядерной мировой войны. Такая вероятность действительно не исключается. И сейчас происходят вооруженные конфликты, гибнут множество людей, и международная дипломатия, она не справляется. Вот что с организацией ООН? Она сегодня требует реформирования, пересборки полностью. Как Вы оцениваете сегодня ее работу? Да, к сожалению, мы не видим пока никаких практических шагов со стороны ООН, которая и создана была державами-победительницами во Второй мировой войне для того, чтобы обеспечивать мир, международный мир и безопасность. Для того, чтобы не повторилось ужасы Второй мировой войны. Для того, чтобы предотвратить угрозу новой мировой войны. И в настоящий момент ООН явно не справляется с этим. Думается, что вопрос о реформировании ООН назрел, он стоит давно. И его поднимают в первую очередь развивающиеся страны. Страны, которые, голос которых не слышен при решении, или, скажем так, не принимается во внимание, точнее, при решении проблем, волнующих все человечество. Такие страны, как Бразилия, Индия, как Южно-Африканская республика, естественно, должны были бы пользоваться возможностями, и, я бы сказал, правом определенным, для того, чтобы влиять на мировую обстановку в соответствии с интересами всего человечества. А у нас сейчас получается, что некое арифметическое большинство, сколоченное Западом, в рамках ООН пытается навязать всему миру свое видение современной, сложной, кризисной обстановки и путей выхода из нее. Яна Анастасович, а как Вы оцениваете работу нашего МИДа? Ну, мне трудно, конечно, давать оценку в целом Министерству иностранных дел. Я думаю, что в том, что касается общих направлений, это достаточно эффективная работа дипломатов и убежден, что их вклад в отстаивание национальных интересов России будет по-прежнему весьма высок. Я думаю, что наши дипломаты, которые находятся в сложнейших условиях за рубежом, трудно сейчас даже вообще, трудно даже представить, в каких условиях. Я такого, честно говоря, не помню. За свои 45 лет такого были, как говорится, похожие случаи, и, как ни странно, припоминается в этой связи культурная революция в одной известной азиатской стране. Вот там осаждали, осаждали, да, правые ребята наше посольство и практически, в общем-то, речь шла о возможности, так сказать, физической угрозы дипломатам. Да, 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 такое было. А сейчас мы примерно к этому же идем. И я уже не говорю о том, что все эти, так сказать, преследования за просто какие-то высказывания в отношении русской культуры, в отношении русских представителей литературы, искусства, считаются чуть ли не цензурируемыми или возможностью быть подвергнуты цензуре и осуждению на Западе. Это вообще варварство какое-то. Все это, то, что называется cancel culture, термином, как варварство, назвать нельзя. Да, но, Яна Стасевич, по федеральным каналам всегда указывают на то, что сейчас идет действительно и отмена русской культуры, хотя не везде далеко, и проходят и русские спектакли в ряде, и в европейских странах, в том числе и западных, и американских. Но есть ли ответственность и в том числе нашей дипломатии? То есть, может быть, и недоработали где-то? То есть, хотелось бы узнать, что мы сделали не так, что надо было бы скорректировать? Или только вот виновата та сторона? Вы знаете, я в современном мире вижу такую тенденцию, которая не сегодня зародилась, и она сводится к усилению роли неправительственных участников международных отношений. Вот здесь, мне кажется, у нас еще есть серьезный задел, и предстоит еще очень много сделать. Значит, кого я имею в виду? То есть, правительственная дипломатия, она связана, как говорится, рамками, которые накладывают государства, аккредитующие то или иное посольство, то или иное консульство и то или иное наше государственное ведомство и учреждение, представительство любого государственного учреждения, ведомства Российской Федерации. А то, что касается не правительственных акторов, они более свободны. И в первую очередь речь идет, конечно, о различного рода организациях соотечественников. С другой стороны, представительство деловых кругов, которые могли бы действовать достаточно эффективно в интересах, в национальных интересах России. В-третьих, то, что у нас получается, это различного рода деятельность средств массовой информации. Но еще раз хочу подчеркнуть, нас, мы уязвимы, потому что на Западе сразу говорят, это государственная пропаганда. Нам нужно развивать некоммерческие, общественные радиостанции, телеканалы. И в первую очередь обратить внимание на, конечно, социальные сети, которые в настоящее время, в первую очередь для молодежи, являются основным каналом получения информации. Здесь вот величайшую роль должен сыграть, конечно, указ президента о гуманитарной политике Российской Федерации за рубежом, принятой в сентябре прошлого года. И нужно продумать механизмы его реализации. Я убежден, что нужно создавать фонд по реализации этого указа. Фонд, частные фонды. Привлекать деловые круги, бизнесменов. Если вы заинтересованы в продвижении своей продукции, участвуйте в финансировании мероприятий по линии гуманитарной осуществления, гуманитарной политики России за рубежом. А кто сегодня преуспел из стран в этом направлении? Соединенные Штаты Америки, получается? Которые финансируют некоммерческие организации, гранты выдаются. Да, конечно. Но это традиционно, в принципе, там и зародилась, в общем-то. Вся эта так называемая мягкая сила, которую мы предпочитаем сейчас называть гуманитарной политикой, это в США. А, и еще один важный аспект, это аналитические центры. Аналитические центры, которые разрабатывают политику, конкретные шаги, которые могут быть потом использованы правительством той или иной страны. Они зародились в США. Там тысячи аналитических центров, которые занимаются разработкой проблем, продвижения интересов США за рубежом. У нас, к сожалению, это пока еще, ну, на уровне, может быть, десятков или сотен, до сотни где-то. Таких центров действует в Российской Федерации. И они должны, так сказать, отслеживать все возможности, все детали, все нюансы. Там должны быть задействованы профессионалы высокого класса. И фонды. Фонд, возьмите, фонд наследия, печально знаменитый в России, Heritage Fund. Это же огромные деньги в США, которые вкладывают не только в обработку, так сказать, молодежи, в первую очередь, конечно. В первую очередь молодежи. И в рамках различного рода образовательных программ, культурных программ, изучения английского языка за рубежом, и американской культуры, да, обмены молодежные. Вот я убежден, что на этом направлении у нас еще очень много предстоит сделать. И есть неиспользованные возможности и потенциалы. Да. Яна Стасевич, вы поработали какое-то время в Советском Союзе, потом в России. Как вот можно сравнить Латинской Америке, странам Латинской Америки в Советском Союзе уделялось больше внимания, поскольку сегодня мы смотрим, что мы сначала ориентировались на Европу, Соединенные Штаты, сегодня мы переориентировались на эти самые азиатские страны, о которых тоже мы выше упоминали. Но про Латинскую Америку говорится не так много, как хотелось бы. Я думаю, что нельзя не согласиться с вашей последней фразой, что о Латинской Америке пока мы знаем не так много, как этого хотелось бы. и информации соответственно распространяется намного меньше, чем о странах Азии и Африки. Просто не хватает знания. Я могу из личного опыта рассказать, что возможности, в частности, для бизнеса, для культурных обменов, для научно-технического сотрудничества в Латинской Америке не меньше, чем в Африке. Я уже не говорю о том, что потенциал Латинской Америки, экономический потенциал, или, как говорят экономисты, воловой внутренний продукт в два раза выше, чем в Африке. А население в два раза меньше. И там высокоразвитая экономика в таких странах, как Бразилия, Аргентина, Мексика, в первую очередь, высококвалифицированный рабочий класс и научно-техническая интеллигенция. И созданы практически все условия для, во-первых, продвижения наших технологий, отечественных технологий в Латинскую Америку и их успешного применения там. И, во-вторых, для реализации совместных научно-исследовательских работ. Вот это вот, на мой взгляд, те перспективы, которые сейчас мы можем активно использовать. Да, но сначала нужно технологии еще создать, потому что у нас тоже не все с этим хорошо. Вот вы упомянули, Яна Стасович, Аргентину, но, тем не менее, по итогам 2022 года, как раз мы писали, инфляция там составила 94,8%, что стал самым высоким показателем с 91-го года. Сейчас там Аргентина переживает сложный период, вот что там происходит? Вы наверняка следите. Да, ну, нужно прямо сказать, что Аргентина, которая была в начале 20-го века, после Первой мировой войны, в особенности, высокоразвитой, и самое главное, экономически развитой, державой, можно сказать, средскохозяйственной державой. Мясо. и зерно, это традиционный конкурент России на зерновом рынке до 17-го года. Сейчас у нас нет конкурентов. Да, но, начиная с мирового экономического кризиса 1929-30-го годов, к сожалению, как в политическом, так и в социально-экономическом плане Аргентина переживает сложную эпоху, и о стабильности здесь речи пока, к сожалению, не идет. С другой стороны, это с одной стороны. С другой стороны, аргентинский народ традиционно живет хорошо. Причем, как говорила мне одна мудрая аргентинка, когда я там работал, но голода-то мы никогда не знали. Понимаете, это очень важно, когда народ никогда за свою историю не знал, что такое голод. Поэтому любые попытки выйти из экономического кризиса за счет ухудшения экономического положения вызывают серьезное сопротивление аргентинских трудящихся. Все не так просто. Ведь неспроста самый популярный, наверное, лидер 20 века Аргентины, генерал Перрон, придя к власти, первое, что начал, мудрый генерал Перрон, между прочим, первое, что начал делать, это развивать пиранистские профсоюзы. Ну, у него была в целом опора на трудящихся провозглашенах, на предпринимателей, женское мощное движение и молодежное. Все вместе будем строить Великую Аргентину. Но пиранистские профсоюзы до сих пор являются одной из самых влиятельных сил в Аргентине. Поэтому я еще раз говорю, там просто так, да, вот эта инфляция, конечно, но это после за этим тут же будет повышение заработной платы, вы не думайте. Тут же будет, чем на этот же процент, если не выше. Рабочие там следят и отставят свои права. Да, конечно. У нас просто такого давно нет, поэтому... Нет, это не все традиция достаточно мощного рабочего движения. но оно расколото, к сожалению, потому что есть и проамериканские профсоюзы, потому что США во всех странах, в том числе по линии демократической партии, способствовали созданию и развитию своих проамерикански настроенных профсоюзных лидеров. и есть и профсоюзы, которые пользуются влиянием левых сил, но в любом случае я еще раз хочу подчеркнуть, да, экономическое положение тяжелое, но трудящиеся живут там хорошо. Да, нестабильные, но тем не менее просто, чтобы выстраивать связи, хотелось бы, чтобы, по крайней мере, наш бизнес, он хочет быть уверен. Это верно. Конечно, тут нужно сто раз подумать. И Аргентина наш традиционный партнер в том, что касается поставок наших оборудований, машин, оборудований для гидроэлектростанций, для теплоэлектростанций еще с советских времен. Причем где-то свыше 25% электроэнергии в Аргентине вырабатывается именно благодаря оборудованию поставленным нашими фирмами. Кроме того, там есть неплохие заделы в том, что касается использования передовой технологии для борьбы с градом, противоградовой установки традиционной. Дело в том, что Аргентина крупнейший производитель винограда и вина. и виноградники, они, особенно в горах, страдают от различного рода погодных явлений. Вот советская технология использования противоградовых установок, она активно используется местными фермерами. оборудованию ну и наши наконец самое главное, на мой взгляд, самое перспективное направление это использование возможностей для развития сотрудничества в области применения атомной энергии в мирных целях. У нас соглашение подписано еще в советские времена. С Аргентиной? Да, с Аргентиной об использовании, о сотрудничестве в области использования мирной, атомной энергии в мирных целях. Вот, и когда мне довелось там работать в качестве посла, я постарался поездить по атомным объектам Аргентины и должен признаться, что был серьезным впечатлением. Нельзя забывать, что аргентинские военные, дело в том, что вот начиная с 29-30-го годов, начало как трясти Аргентину, там и политические режимы менялись, гражданские, военные диктатуры, и военные пытались создать атомную бомбу. Это факт. Слава Богу, этому не удалось, но технология в любом случае наработана достаточно передовая и есть три атомных электростанции. Аргентинцы работают над реактором средней мощности, поскольку все, как правило, атомные электростанции, они большой мощности, а ну это для городов миллионников, аргентинские вот такой проект, уникальный, можно сказать, они работают над реактором средней мощности для городов с населением 100 тысяч, человек чуть более, и думается, что он может, и всегда готовы сотрудничать с нами на этом направлении. Яна Статьевич, вы не ответили на этот вопрос, но я хотела все равно перезадать по поводу того, когда разрушился Советский Союз, связи с Латинской Америкой, они оборвались в какой-то степени или нет? Или дипломатическое сотрудничество продолжалось на том же уровне? Значит, в том, что касается нашей политики, первые постсоветские годы мне довелось принимать участие в ее выработке. В частности, в Министерстве иностранных дел мы подготовили предложение для руководства страны, и резолюция на них была начертана такая. Согласен, но на условиях паритета и взаимной выгоды. А что такое паритет? Это в любом случае неприменимо ни к Кубе, ни к Никарагуа, ни к ряду других стран. Понимаете? Мы должны понимать, что конечно торгово-экономическое в первую очередь сотрудничество должно строиться на принципах взаимной выгоды. Но если мы хотим поддерживать дружественные отношения с любыми странами, в том числе и Латинской Америке, то они должны опираться на серьезный валютно-финансовый фундамент. Без кредитования проектов естественно речь не идет об оказании безвозмездной помощи, что в Советском Союзе присутствовало. Между прочим, в Советском Союзе присутствовало. Но сейчас в условиях рыночной экономики это практически конечно нереально. Но о доступных кредитах по низким процентам с долгосрочными выплатами речь должна идти, иначе нам не удастся реализовать какие-либо крупные проекты в тех сферах, в которых заинтересованы с одной стороны латиноамериканцы, а с другой стороны наши промышленники и изготовители инновационных технологий. Вы сказали о том, что в условиях рыночной экономики важно, чтобы это было взаимовыгодно. Может быть не видит выгоду наши предприниматели, наш бизнес в том направлении, поэтому так активно... Точно совершенно... А это неправильный принцип? Да не знают, понимаете? Все равно считают, что это именно и выгодно будет. Я убежден, что будет выгодно. но вы понимаете, смотрите, дело в том, что очень трудно работать, ведь это действительно не просто, как говорили американцы, задворки США всю жизнь была. В Латинской Америке не просто работает. Мы же не приходим туда на пустое место, там все занято, там жесткая конкуренция, причем не только со стороны США, но и со стороны Германии, Франции в меньшей степени, Италии, которая и даже Испании, которую мы тоже иногда недооцениваем, но на самом деле которая является достаточно высокоразвитой, экономически развитой державой. и они присутствуют там и не просто присутствуют. Испания-то, как говорится, издавна всю жизнь и выходцы из Испании, из Италии играют важнейшую роль при принятии решений правительствами той или иной страны. Они определяют в конечном счете экономическую политику и эти интересы тоже нужно учитывать, но возможности я еще раз почерпну, огромные. И моя любимая тема все-таки продвижения отечественных технологий, понимаете? Потому что ну что такое торговля? Ну да, мы бананы эквадорские все равно покупали и будем покупать 90% всех бананов в России из Эквадора. Где вы тоже работали как раз. Да. Поэтому ну да. И так же самое бразильцы и аргентинцы покупали и покупают наши удобрения и химикаты. Потому что им просто негде еще найти по такой выгодной цене у нас и фосфорные и другого рода удобрения. В этом плане мы традиционно сотрудничаем с Латинской Америкой. Но технологии, технологии я понимаете у нас на самом деле ну пусть до сих пор даже советские технологии но которые являются уникальными. Я просто могу привести конкретный пример как в Эквадор где последние 6 лет мне довелось служить прибыл представитель фирмы Анчар. значит это аббревиатура слов акустическая и низкочастотная разведка Анчар сокращенно на нефть и газ значит это советское изобретение сейчас оно приватизировано и да ну что ж такие вот дела в рыночной экономике и смысл в том что мы как правило представляем какое-либо месторождение нефти ну как в виде кулака на самом деле оно скорее представляет собой распростертые пальцы потому что нефть под огромным давлением заполняет все пустоты пороги и поэтому вы знаете что здесь месторождение но можете когда бурите попасть а можете не попасть и вот Анчар дает 80% надежности показывая место где бурить это уникальное изобретение отечественное советских ученых его и в мире такого нет в Эквадоре мы значит прибыл представитель этой фирмы я значит поговорил с ним и потом мы договорились начали работать предлагать его эквадорским государственным в первую очередь структурам потому что Эквадор является экспортером нефти так же как и Венесуэла и Мексика в Латинской Америке их всего три и было очень непросто потому что сначала надо было убедить министерство потом руководство государственной компании Петроэквадор ну слава богу там нашелся выпускник института Губкина да нефтегазов нашего и он оказал помощь но в конечном счете нас потребовали чтобы мы проводили тесты показывали место на карте говорили вот здесь можно бурить или нет наши привозили отечественные инженеры оборудование делали так сказать тест проверку отправляли через спутник результаты в Москву здесь специалисты расшифровывали говорили нет здесь нельзя Эквадорцы да правильно здесь нельзя потом а здесь то же самое опять все за наш счет а здесь можно да мы знаем здесь можно и год вот так за наш счет они и после этого только подписали контракт на 800 тысяч долларов для меня это светлая страница моей биографии потому что я считаю что таких технологий в России на самом деле неисчислимо множество и в этом будущее не бананы понимаете покупать и не поставлять удобрения хотя не надо забывать и об этом конечно почему нет но не только это а наши технологии вот что и совместные проекты вот что должно определять будущее отношения с латинской Америкой я убежден в этом я на связи еще хотела уточнить по поводу Венесуэла которую тоже вы упоминали в этом в нашем разговоре выше сегодня там тоже происходит неспокойные события как нам рассказывала наш товарищ латиноамериканист что Мадуро он конфликтует с местной коммунистической партией и в итоге возможно что коммунистическая партия она будет ликвидирована через суд слышали ли что-то вы об этом у нас просто левая аудитория и вдруг вы следите за этой ситуацией было бы интересно ну я все-таки надеюсь что до этого не дойдет хотя в латинской Америке все возможно там люди эмоциональные темпераментные поэтому ничего исключательного но отходчивые как правило как правило нет злопамятных нет там хорошие люди вообще народ хороший выдающийся советский поэт Евгений Евтушенко мне говорил однажды мне довелось с ним работать в Венесуэле как раз да я 6 лет в Венесуэле проработал да он прибыл и он говорил я латинская Америка нам ближе всех в мире я уже ездил весь мир но это народы которые ближе всех нам вот так что народ отходчивый хороший я надеюсь что до этого не дойдет вот но дело в том что ну латиноамериканские коммунисты это ведь люди которые всю жизнь всю свою историю рисковали жизнью и в том числе в Венесуэле потому что антикоммунистическая так сказать компания велась начиная с 1947 года по всей Латинской Америке ну самый ожесточенный метод не говоря о том же что во времена опять же военных диктатур которыми к сожалению так славится в кавычках история этого региона в первую очередь жертвами становились как правило коммунисты это Бразилия причем Бразилия ну до такой доходило я не знаю как помягче употребить термин ну неизвести скажем так а в борьбе в том числе в годы военной диктатуры против просоветского проникновения запретили въезд народному артисту СССР Михаила Ульянову потому что он играл роли которые были пронизаны духом коммунистической идеологии представляете это официальная была формулировка но вот в таком духе в Венесуэле в том числе диктатура Переса Хименеса это вот тоже сороковые пятьдесятые годы прошлого века жесточайшим совершенно репрессиям подвергались коммунисты поэтому это люди которые прошли все я об этом хочу сказать можно не разделять их так сказать идеологию можно спорить и наверное нужно спорить дискутировать но это люди которые выстояли в борьбе с самыми суровыми прошли самые суровые испытания что в Чили творилось а в Уругвайе а в Аргентине то же самое ну это в общем действительно настоящие люди понимаете поэтому это с одной стороны с другой стороны ну многие же из них отнеслись мягко скажем негативно к событиям нашей великой родине после 91-го года ну я напомню тем кто так сказать не помнит что руководство нашей стороны приостановило деятельность коммунистической партии Советского Союза вот естественно естественно латиноамериканские коммунисты реагировали на этот шаг негативно это второй фактор который следует учитывать и третий это то что но наверное понимаете критиковать легко конечно но наверное не хватает определенной гибкости коммунистам латиноамериканцам латиноамериканским коммунистам новых подходов новых оценок вот в том что касается президента Мадуро ну я думаю что он все таки разберется где его настоящие сторонники и подлинные друзья спасибо огромное и несколько вопросов от зрителей в завершении и закончим нашу беседу спрашивает Ирина Тутова добрый день есть ли перспектива военного союза соглашения с Кубой движемся ли мы в этом направлении ну у нас никогда не стояла речь о военном союзе с кем-либо в латинской Америке и не стоит сейчас и не стоит сейчас даже в советское время ни в каком альянсе военно-политическом блоке союзе никогда речь не шла так что я думаю что на этот вопрос можно ответить отрицательно с другой стороны конечно я хочу не могу не пользуясь может быть этим несколько искусственно этим случаем не подчеркнуть что единственная страна которая нас полностью поддерживает в латинской Америке единственная страна по всем вопросам это Никарагуа потому что с Кубой у нас были были моменты когда наши кубинские товарищи партнеры друзья воздерживались при голосовании а карагуанские сандинисты лично президент Даниэль Артега всегда поддерживал российскую федерацию и лично Владимира Владимировича Путина всегда да кстати и Мадуро тоже воздерживался по некоторым и Венесуэла по некоторым вопросам воздерживался Никарагуа всегда вот и там интересные проекты есть у нас есть сейчас какое-то партнерство я имею ввиду может быть перспективы его рассматривают раз это такая лояльная страна и дружественная как сейчас говорят я всегда смотрю да я всегда смотрю в первую очередь с точки зрения технологии и так далее да потому что нет честно говоря там особенно особенно проектов нету но смотрите там был очень энергичный российский посол по фамилии Владимир у него фамилия такая непростая Николай Михайлович Владимир и он сумел создать условия для учреждения центра по подготовке и по совершенствованию подготовки полицейских кадров Никарагуа международного центра куда едут из других стран в том числе по борьбе с наркотиками вот новый взгляд вот новый подход понимаете не просто там что-то купи продай построй а вот такие вещи вот за это я думаю Россия должна быть благодарна Владимиру и второе он создал там ну не он конечно он создал условия для открытия первого центра по производству отечественных вакцин Никарагуа это очень важно Влад Турк спрашивает если если в России так станет все очень плохо куда бы гость рекомендовал переехать из стран Латинской Америки и возможно ли продав тут квартиру за миллион рублей начать там жить вот такой практический вопрос нет я конечно рекомендую всем оставаться значит я начну вернуться с другого значит я всегда говорю что не вижу ничего зазорного в том чтобы поехать поработать за рубежом набраться опыта может быть даже как говорится заработать что-то но потом вернуться на родину нет жить надо в России мы 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 здешние мы мы должны эту страну облагораживать мы должны делать жизнь лучше мы больше никто не сделает не надо жаловаться на дядю это должны сделать мы с вами мы здесь родились это наша родина и мы должны делать все чтобы она жила и наш народ жил лучше а поехать поработать почему нет посмотреть поучиться между прочим есть чему поучиться значит если с точки зрения учебы то конечно Бразилия без вариантов это гигант Бразилия это гигант которому мы вообще ничего не знаем вообще ничего а Лула сегодня там левый президент да да вот если поехать поработать поучиться американским практикам в Латинской Америке это конечно Мексика мы тоже великая держава слушайте конечно ну что вы вот а если поехать ну скажем так пожить в свое удовольствие ну это конечно Уругвай это без вариантов любимый Уругвай в котором я провел 12 лет дважды сначала начинал как референт посольства еще без дипломатического паспорта а потом второй раз да послом уже в общей сложности 12 лет это конечно самая комфортная для россиян страна потому что мягкий климат чистый воздух чистая вода побережье пляжи и лучшее мясо в мире спасибо огромное я думаю что на этой ноте можно завершить нашу беседу прям зрители я уверена что сейчас представили как это все выглядит может быть даже почувствовали друзья вот вам я Анастасию обозначил маршрут и направление куда можно поехать в ближайший отпуск спасибо огромное за беседу я напомню что у нас в гостях был дипломат Ян Анастасевич Бурляй меня зовут Евгения Родионова это свободная пресса друзья пишите комментарии и распространяйте это видео до скорых встреч пока